Юрий Розум – это мой друг, это мой близкий друг. Мы очень глубоко, я сказал бы так, на уровне такого духовного единства. Дружим, у нас общие оценки, общие ощущения. И я много, много, десятки, сотни раз, наверное, слышал. И многие произведения десятки раз слышал. Но каждый раз это новое исполнение, каждый раз. Меня всегда это поражало, потому что вот это и есть настоящее мастерство, когда ты знаешь человека, когда ты знаешь исполнителя произведения, когда ты его слышал много раз, и вдруг ты узнаешь что-то новое. Это и глубина великой музыки, это великое исполнение, проникновение в суть вещей и новый взгляд. Мы вместе, прикасаясь к классике, к вершинам мировой классики, и вместе с Юрием Розумом мы познаем ее. И познаем мир вообще. Это достаточно сложно объяснить, но погружаясь в это, ты начинаешь это чувствовать. Как я отношусь к фонду Розума? Ну, мы сотрудничаем, мы давно. Я, по-моему, там человек совета и как могу помогаю этому фонду. Я думаю, что это долг каждого порядочного человека, имеющего возможность помогать фонду Юлия Розума, потому что это тот фонд, который беззаветно служит искусству, помогает тысячам детей, тысячам талантов за время своей деятельности. И мы уже видим выпускников этого фонда, стипендиантов фонда, которые достигли вершин высот музыкальной культуры, исполнительства, композиторства. Ну, что я могу сказать? Я могу только желать этому фонду успехов, процветания, спонсоров, стипендиантов, талантов. Больше ничего не могу и могу призвать каждого, кто имеет такую возможность, внести свой вклад, потому что Юлий Розум – это удивительный человек. Я вот даже совсем недавно, он только что прилетел позавчера из Люксембурга, и мы сидим, и он мне ночью, в три часа ночи, прилетев с самолета, рассказывает о том, как он еще стипендию одну смог заплатить какой-то девочке талантливой, как мальчик какой-то инвалид слепой, вот он уже что-то сделал. Юрий, он не думает о себе. Юрий Александрович, он не думает, он думает все время о других. Это человек-подвижник, это человек, который живет искусством, и он весь живет для других. И это его и подвигает на ту великую музыку и на то подвижничество, которое есть вся его жизнь. Да вообще, Юрий Александрович отдыхотворяет многих, и сенаторов, и депутатов, и министров, членов правительства. Многие, многие бывают в концерте, и дома, и на таких концертах. Нужно больше, нужно больше, и хотелось бы, чтобы эта музыка была более доступна не только узкому кругу. Но, к сожалению, так у нас построено, что почему-то телевидение наше, средства массовой информации, радио, все, они практически не говорят и не показывают классическую музыку. Это глубокое заблуждение. Вот вы сейчас были на концерте. Кстати, мы находимся вообще-то в ресторане, в клубе. И вот официанты носили еду, стук вилок, жевание пищи, а розум играет. И вдруг стук вилок прекращается, если вы заметили. Хождение прекращается, рты закрываются с пищей, пища проглатывается, и рты открываются от музыки. Понимаете, что происходит? И вот вы заметили, что начало концерта, вот он переборол, он взял зал. И потом абсолютная тишина и погружение в это. И вы видите закрыты глаза не потому, что люди заснули в президиуме, а потому, что они погрузились в музыку. И вот это вот единение, я бы сказал, что это русская соборность, это духовность, это русская культура, это то, что нам нужно. Я думаю, что вот это было бы очень хорошо. Я всячески приветствую всякие там голоса по телевизору, все. Но уже вот эти вот кнопки, вот это вот движение, все, меня безумно раздражает. Ну вы хотя бы покажите, хотя бы расскажите немножко. Ведь Юрий Александрович, он может безумно интересно рассказывать. И если он что-то делает, играет, он привлекает. Это таланты надо выдвигать. У нас не три музыканта на страну. Я не хочу называть, они великие музыканты. У нас сотни музыкантов. Ну покажите хотя бы что-то, сделайте программу какую-то. Вы покажите людям, что можно не только попкорн есть и бигмаки желать. И не только слушать вот это перепелы там западной музыки, либо попсы примитивной. У нас не один крутой композитор. У нас много крутых композиторов. Я уж так скажу, понимаете, в чем дело. И ну просто вы хотя бы послушайте, дайте послушать вот это на ухо людям. Не отделяйте их вот этой стеной. Крутой не обеднеет. И не обеднеют три наших великих музыканта. Есть еще другие, и нужно дать им возможность. И тогда люди поймут, что почувствуют вкус музыки, почувствуют вкус культуре. Игорь Негода.